Во время сейчас вечерней прогулки с малышом, вот там, не знаю, видно, может быть, отсвечивает, покатились они, решила записать полезное видео. Как всегда, люблю делиться практикой и, как вы знаете, сейчас мы активно взялись за развитие нового бизнес-направления. И есть некоторые наблюдения, которые, я уверена, будут полезны каждому из вас, кто сейчас стартует в бизнесе, с нами в бизнесе, либо начинаете свое какое-то направление. Это наблюдения касаются нашего внутреннего саботажа, то есть тех дезмотиваторов, с которыми вы сталкиваетесь, возможно, и которые мешают вам в достижении первых результатов. Итак, в достижении первых результатов мешает, знаете что, первое, это ожидание каких-то идеальных условий. Это поиск какого-то идеального места, это для записи видео, либо какой-то идеальной тишины, или еще чего-то. На самом деле не нужно ждать никаких идеальных условий, нужно использовать то, что есть у вас уже сейчас. Есть у вас сейчас камера под рукой, вот как я сейчас иду, без микрофона, без селфи-палки, без какого-то специального оборудования, идеального освещения. Используйте те инструменты, которые есть уже у вас на данный момент. Это будет лучше у вас в тот момент, который есть сейчас, это самое идеальное условие для того, чтобы начать. Для того, чтобы делать те шаги, которые действительно приведут вас к успеху. Только конкретные действия, которые вы, только от тех действий, которые вы делаете сегодня, зависит ваш результат завтрашний. Второе. Второе, это постоянное принятие решения делать или не делать. Вот важно определить время для планирования и время для действий. То есть, что это значит? Значит, с вечера вы прописываете план и утром, когда вы просыпаетесь, вам не нужно заново решать, что делать и делать или не делать. Вот у меня сейчас график, по которому я встаю в 4, в 5, ну может быть максимум в полшестого утра. Я себе выбрала такое время и в это время, когда я просыпаюсь, у меня мозг поначалу начинает говорить, а может быть поспать еще, но я уже не принимаю решения заново, я уже не слушаю то, что он там говорит. Я там не выспался, все такое, давай еще немножко поспи, может быть еще полчасика или пока малыш спит, можно поспать. Решение принято уже вчера, а сейчас время уже для действий. Поэтому не нужно каждый... И вот так вот со временем это действие, оно приходит до автоматизма. Сначала мозг говорит, что давай мы там подумаем, подумаем еще, попланируем, может быть еще что-то лучше можно придумать. Нет, вы спланировали свои действия на неделю, вы спланировали свои действия с вечера на утро. И утром, когда вы просыпаетесь, уже не надо заново анализировать, придумывать, просто берите и делайте то, что вы уже спланировали. Вот эти два такие дезмотиватора, они мешают в достижении первых результатов, они мешают в достижении новых результатов, достижении новых высот. Поэтому ставьте конкретную цель, ставьте конкретный план и действуйте без постоянного принятия решения делать или не делать. Не ожидайте идеальных условий, самое идеальное условие для того, чтобы начать двигаться к своей цели. Не важно, сколько у тебя есть денег, сколько у тебя сейчас чего есть, главное то, что у тебя есть сейчас уже желание к переменам. Задай себе вопросы, что уже сейчас ты можешь сделать для того, чтобы приблизиться к своей цели. Я желаю тебе успеха, процветания и действия с удовольствием. До скорой встречи в следующем полезном видео. Пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...